Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать новую бюджетную косметику, которая, я надеюсь, вас заинтересует и надеюсь, что вам это видео будет полезно и интересно. В частности, мы с вами будем тестировать вот такие вот палетки. Почему-то я вам их показываю задней крышкой. Вот такие вот палетки. Давайте даже открою, чтобы вы увидели, что там внутри. Вот такие вот и вот такие вот палетки. Это палетки Revolution Makeup совместно с блогером Soft Dust Nails. Отличный блогер, которого я давно смотрю и палетки, которые завоевали огромную просто популярность. Ну, в общем, я надеюсь, что вас это реально заинтересует, потому что вы можете уже наблюдать макияж на моем лице. Легко ли его было сделать, вы узнаете из этого видео. И также мы с вами, конечно же, нанесем одну из замечательных матовых помад-матовых тинтов от L'Oreal Paris, который называется Rouge Signature. И я как-то раз вам уже про них рассказывала. Это вот эти вот прекрасные матовые тинты. Кстати, у меня на губах оттенок. Не скажу, какой, который вы узнаете в конце этого видео. Ну, и перед тем, как мы начнем, вот прям небольшая информация, которая, как я надеюсь, будет вам интересна и очень надеюсь, что вы прям сильно-сильно заинтересуетесь и проникнетесь. Это то, что 4 марта в этот понедельник, ну, точнее, в этот, который будет в 18.30, у меня пройдет мастер-класс. Он будет проходить в Эфимоле, он будет проходить совместно с брендом L'Oreal Paris и магазином Reeve Gorge. И мы с вами там можем встретиться и пообщаться лично. Мы будем говорить о весенних трендах макияжа. Мы будем разбирать ваши косметички. Будем говорить, конечно же, о матовых тинтах Rouge Signature. И будем выбирать самые лучшие, самые подходящие вам оттенки. Ну, и также просто будет много общения, много совместных фотографий. В общем, если вы хотели со мной встретиться, то обязательно приходите на мой мастер-класс. Вся подробная информация будет в инфобоксе под этим видео. Еще раз вам вот раз сердечко, два сердечка, три сердечка и много-много сердечек. Вы обязательно ознакомьтесь с информацией внизу. 4 марта Афимол в 18.30 я вас жду вместе с L'Oreal Paris и Reeve Gorge. С чего бы нам такого начать? Как ни странно, это будет белорусская косметика. Вот такой вот тональный крем от марки Luxe Visage. Написано, что он дает эффект бархатной кожи, скрывает несовершенство, уменьшает видимость пор и мелких морщин. И содержит светоотражающие микросферы. Все прям как я люблю. Ну, давайте попробуем, что он там нам скроет. Написано также на нем, что он имеет среднее покрытие. Это вот прям то, что идеально нам подходит. Вы знаете, я немножко в замешательстве виноват в этом вот этот тональный крем. И обычно на моем канале это означает, что что-то пошло не так. А здесь все пошло очень даже хорошо. Называется он Insta Look. И дает среднюю плотность покрытия. Сатиновый финиш. Визуально разглаживает. Ретуширует неровности. Осветляет кожу лица. И содержит даже витамин Е. Очень хорошо выглядит на лице. Вот когда он ложился на лицо, он, знаете, так вот тоненько-тоненько ложится. Вот я прям это очень люблю. И действительно лицо прям такое разглаженное. Но пока что я вижу, что у него как будто матовый финиш. Это тоже здорово. Вот прям сатина как такового здесь незаметная. Вообще незаметно никакого блеска. Это здорово. Ну, посмотрим, как он дальше себя поведет. И, кстати, он вообще не жирный. Он засыхает. Вот прям, знаете, так пристает к коже. И как будто лицо даже вообще не липкое ни разу. Дальше мы с вами, что мы будем делать? Дальше давайте нанесем консилер. А вот консилер из серии моих нелюбимчиков. Либо это видео уже вышло, либо оно выйдет в самое ближайшее время. Про новинки от Catrice. И это консилер в капельках. Это консилер, который имеет очень странную текстуру. То есть вообще, по идее, его бы хорошо с чем-то замешать. Там с каким-то увлажняющим кремом. Или, ну, знаете, с чем-то таким более жирным. Потому что он абсолютно жидкий. И когда вы его наносите под глаза, он начинает прям нещадно сушить. Вот прям соскребать эту кожу всю в такой какой-то комок неприятный. Это просто ужасное ощущение. Это вот прям один из моих самых нелюбимых продуктов за последнее время. И к тому же он еще не такой уж и какой-то мега плотный, чтобы замаскировать какие-то серьезные там недостатки на коже. Ну, вот это он, конечно, подзамажет. Но, в общем, ладно. Давайте посмотрим, что будет. Просто ужасный консилер, на самом деле. Сейчас еще более-менее он выглядит. Но пройдет буквально несколько минут. И он начнет вот это вот все стягивать. При этом сам будет закатываться в морщинки. Вы можете меня спросить, а зачем же ты его использовала? Если первое, мы тут тестируем новинки в этом видео. Это, во-первых. Во-вторых, ты как бы его не любишь. Но дело в том, что в том видео, где я про него рассказывала, я вам его не показывала в действии. И я подумала, что нужно показать, чтобы вы видели. Но, опять же, жаль, что камера не может передать, знаете, вот этих вот всех моментов того, что вы можете видеть в зеркале. Но, в общем, поверьте на слово и немножечко на внешний вид, что консилер, скорее всего, вам не подойдет, если у вас хоть немножко здесь сухая кожа под глазами. Но, как бы, это у большинства людей она такая. Что мы будем делать дальше? Дальше давайте зафиксируем все это дело вот этой вот пудрой от Wet n Wild, которую я в последнее время прям нахваливала, нахваливала. Она просто отличная. Она полирует кожу и делает ее такой, как будто, не знаю, как сказать, не бархатной, а наоборот, такой немножко сатиновый. Сатиновый забыла, как называется этот финиш. Ну, в общем, это пудра тоже со светоотражающими частичками, которые подсвечивают лицо. И оно очень красиво сияет, очень красиво отражается солнечный... Да что ж такое? Почему солнечный свет? Отражается свет от него. Ну и вообще лицо выглядит ухоженным, таким холеным. Наверное, вы уж думали, что пудра от Ennis Free уступила свое место новому фавориту. Но нет, нет, пудра Ennis Free. Вот она. И она нам нужна за тем, чтобы ее пожирнее так нанести под глаза на этот консилер. Потому что, во-первых, пудра другая на нем очень сильно залипает. Это странно. Во-вторых, это потому, что мы сейчас будем тестировать ту самую палетку, про которую я говорила в начале этого ролика. Это просто одна из звезд нашего сегодняшнего видео. Также звезда, это, конечно, Rouge Signature помада. И сейчас мы должны вот это вот сделать, потому что, если вдруг эта палетка будет осыпаться под глаза, это то, что нам позволит потом эти тени вообще с кожи куда-то отодрать, снять их, и чтобы у нас все под глазами выглядело нормально. Ну, в общем, давайте переходим уже к палетке. Вот она красавица. Вот она здесь. Давайте ее откроем, посмотрим, как она выглядит. Вообще, Makeup Revolution сейчас снова как-то очень активно заходит на российский рынок. И вообще, как-то, не знаете, несколько лет назад очень пытались. И потом как-то поменьше стали. Сейчас снова у них много всяких новинок. Вот эта палетка вышла, по-моему, еще в 2017 году. Ну, по крайней мере, на родине у себя в Великобритании. И с тех пор даже Соф, блогер, замечательная девушка, которая мне очень нравится. Ее ник Соф Does Nails. Но, на самом деле, она раньше просто начала свой канал именно с ногтей. То есть, она была нейл-блогером, потом она перешла на бьюти, на косметику. И она выпустила сначала вот эту палетку, также палетку хайлайтеров, которую мы сегодня с вами будем тестировать. И потом выпустила еще одну палетку. Вот с 2017 года с ней в коллабе уже вышло две палетки. Ну, вообще, Revolution, они любят выпускать всякие коллабы с блогерами. У них там их, видимо-невидимо, но то, что они выпустили аж две палетки с вот этим блогером, это означает, что она пользовалась большим успехом. Ну, как бы то, что она до нас доехала, это уже тоже свидетельство, что, да, палетка оказалась очень хорошая. И если вы вообще смотрите Соф, то, может быть, вы знаете, что у нее очень специфические предпочтения в макияже. Она все время говорит, что я обожаю теплые цвета, оранжевые тени, это мое все. Она очень приятная девушка. Если вы не смотрите ее, обязательно посмотрите. Мне она очень нравится, с огромным удовольствием за ней слежу. И, соответственно, чего стоит ожидать от этой палетки? Это вот такое вот. Кстати говоря, вторая палетка, которая называется Extra Spice, она совсем такая, там прям красные, оранжевые оттенки и больше оттенков суперсияющих. Но сегодня вот у нас первая версия. И, ну, как у Makeup Revolution, как всегда, у них тут куча всяких цветов, 24 оттенка. Вот так вот они называются. Ну, какие-то, в общем, названия тоже подбирала Соф. Это названия, которые что-то лично для нее означают. Мы сегодня с вами, я думаю, будем делать не оранжевый макияж, конечно, не будем совсем уж все усов брать. Мы сделаем макияж какой-нибудь. Я хочу попробовать вот этот вот зеленый и, наверное, вот этот фиолетовый. Если у нас как-то получится их вместе в него включить. Давайте начнем. Я вообще очень не люблю, когда названия оттенков напечатаны вот на таких вот листочках. Просто потому, что когда я хочу вам объяснить, какой оттенок я взяла, мне приходится брать этот листочек и на нем смотреть. А, знаете, еще можно все перевернуть и все перепутать. В общем, это был вот этот вот светло-бежевый оттенок. Я люблю, когда написано прямо здесь название оттенков. Но, соответственно, во-первых, для производителя это обычно дороже. А, во-вторых, это, ну, просто здесь негде. Негде это написать. Как вы видите, здесь тени понатыканы очень-очень близко друг к другу. Кстати, недавно у меня уже было видео с использованием палетки от Revolution. Это было видео про Полину Гагарину, про ее макияж. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Сижу я, тушую тени и понимаю, что что-то не так. А не так то, что я забыла причесать брови. Я их накрасила, а причесать забыла. И поэтому они какие-то очень-очень странные. Поэтому возьмем Maybelline Brow Precise. Оно у меня уже почти закончилось. И, к сожалению, ее сейчас очень сложно найти в магазинах. Но, в общем, остатками моей любимой туши для ресниц закреплю немножко сейчас брови. Ну что ж, матовые тени вообще-то хороши. Они чуть-чуть осыпаются. Ну, прям совсем немножко. Но, как бы, это, опять же, нормальная ситуация. Тем более для бюджетной палетки. Давайте сейчас устроим момент истины. И попробуем нанести сатиновые зеленые тени при помощи просто кисти. Нет, при помощи вот этого кончика кисти. Не будем ее мочить, не будем использовать палец. Попробуем вот так вот просто посмотреть, что, в общем, будет в результате. Ну, какая-то ерунда, если честно, получается. Так что давайте пальцем нанесем. Так, что нам расскажет палец? А палец наносит очень даже неплохо. Наносит прям плотненьким таким слоем. Хорошо можно набить эти тени. Но они, конечно, просто ужасно-ужасно осыпаются под глаза. Прям, знаете, такими прям кусками огромными. Но ничего не поделаешь. В общем, как происходит, так происходит. А давайте сейчас еще добавим фиолетового оттенка. Пока что этот макияж можно назвать. Я понятия не имею, что происходит у меня на глазах. Потому что это правда, если вы дотрагиваетесь кисточкой до этих теней, которые вот именно такие сильно сатиновые, то, естественно, весь оттенок вы разрушаете. Все вот это вот то, что вы набили пальцем очень сильно, начинает осыпаться. И получается намного... Цвет, в общем, намного бледнее становится, чем он был до этого. Но, в общем-то, то, что у нас произошло. Чтобы немножко закрыть вот этот переход между двумя оттенками, я хочу использовать золотистый оттенок, ну и тем самым немножко их как-то выровнять. Сделать, в общем, что-то покрасивее. Ох, ребятки, самое сложное уже позади. Вы знаете, когда палетка используется первый раз в видео, это на самом деле вообще какая-то огромная запарка и сложность. Потому что вы не знаете, как ведут себя те или иные текстуры. Вы не знаете, как там оттенки будут смотреться. И это всегда, ну, какая-то вот ходьба просто по минному полю. Возьмете оттенок, который вам все испортит. Вам придется сидеть и 30 минут все это исправлять. Да еще и думать, как бы, как бы вот, чтобы все на камере в результате хорошо смотрелось потом, после того, как вы закончите. Что могу сказать по поводу этой палетки? Она очень даже хороша, как ни странно. Надо сказать, что Makeup Revolution, ну, как и многие другие производители, естественно, делает вот эти коллаборации в том смысле, что просто блогеры выбирают цвета, которые им интересны. То есть, это не как бы разработка каких-то новых текстур под блогеры, как правило. Ну, собственно, от блогера требуется только выбрать цвета, поставить свое имя на палетку и потом ее активно рекламировать. И в этом случае Сов просто вообще молодец, потому что и цвета она выбрала интересные, и все остальное у нее тоже получилось хорошо. Насчет вот этих вот сатиновых оттенков, которые сложно довольно так наносятся, их нужно либо набивать, либо там как-то аккуратненько очень наносить. При этом они все равно осыпаются. Самый лучший способ их нанесения, это, конечно, влажная кисть. Вот влажной кистью, когда я начала их наносить, в частности, вот этот фиолетовый и золотой, вот тогда они, наконец, стали выглядеть хорошо, ярко и вообще во всех смыслах прилично. Кстати, все тени очень кремовые по текстуре, то есть, они вот прям так продавливаются пальцем, с ними легко, приятно работать, они хорошо растушевываются. Ну, как бы самый большой минус этой палетки, и, наверное, единственное, это то, что они осыпаются. Ну, как бы все тени Makeup Revolution такие. Я считаю, что за ту цену, сколько стоит эта палетка, она очень-очень хорошая и прям очень хорошего качества. Еще забыла под бровь нанести что-нибудь сияющее, но знаете что? Давайте лучше возьмем не из этой палетки, а перейдем уже к палетке хайлайтеров. Но перед хайлайтерами у нас есть румяна от Luxe Visage, это Silk Dream в оттенке шестом. Это румяна чуть-чуть сияющие, вот такие вот сатиновые. Ну, давайте сейчас нарумянимся, и потом уже перейдем к хайлайтеру. Кстати, я еще хотела приклеить накладные ресницы, потом накрасилась тушью Paradise Sextatic. Это именно водостойкая версия, потому что она мне нравится намного больше, и решила, что нет, уже ладно, забудем про ресницы, потому что и так выглядит очень здорово. Кстати, это одна из немногих тушей, которые когда подсыхают, они не становятся хуже, они как будто наоборот раскрашиваются, и дают еще лучший эффект, чем когда они вот прям совсем свеженькие. То есть она свеженькая, дает очень хороший эффект, но когда немножко полежит, прям вот начинает вообще вот так вот все делать. Ну, конечно, все равно накладные ресницы, ничто не заменит с ними, все прям становится очень драматично, но мне кажется, что в этом макияже вот это, это очень хороший даже результат. Дальше мы возьмем палетку хайлайтеров, вот она вот так выглядит. В этой коллекции еще есть какой-то ароматический мист для тела, ну, просто как духи, и также несколько помад, но, к сожалению, помады вот прям как-то редко бывают в продаже. Давайте смотреть на хайлайтеры. Хайлайтеры есть, какие-то суперсияющие вот такие вот оттенки, какие, знаете, они такие текстурные, и вот эти вот три уже в более привычных текстурах. Давайте посмотрим в свотчах, чем они отличаются. Да, вообще-то, ничем они не отличаются, кроме как цветом, и единственное, что когда вы трогаете вот эти вот, которые такие якобы текстурные, они как будто такие сухие, а вот эти вот, ну, знаете, обычные хайлайтеры, которые очень текстурные, то есть, скорее всего, они будут очень сильно подчеркивать все неровности на коже, но как бы, опять же, у Makeup Revolution абсолютно все хайлайтеры такие. Кстати говоря, раньше они были Makeup Revolution London, а в последнее время как-то они вот пишут, что просто Revolution London. Ну, давайте попробуем хайлайтер. Я думаю, что какой оттенок нам взять? Ну, давайте возьмем, наверное, вот этот вот просто розовый такой, чуть-чуть розовый. Вообще, конечно, красивый хайлайтер, но он реально, знаете, такой грубоватый, то есть, его видно. Если рядом с вами кто-то стоит, он будет смотреть на ваши скулы, он увидит, что что-то здесь не то, что это явно не ваше натуральное сияние, потому что, ну, прям видно вот такие отдельные кусочки этого хайлайтера. Давайте попробуем еще добавить текстурного розового оттенка, чтобы вообще, ну, понять вообще, что-то произошло или нет. Да ну нет, принципиально ничем не отличается. Сейчас я хочу добавить немножко еще этого хайлайтера под бровь и во внутренний уголок глаза, чтобы уже как-то все, знаете, вместе смотрелось симпатично. И, кстати, не сказала вам про румяна. Мне очень понравился этот оттенок. В результате, как ни странно, потому что сначала как-то так, ну, вроде красивый, но не совсем, наверное, подходящий. Но нет, он очень хорошо подходит к моему оттенку кожи и легко растушевывается. Единственный момент, что они оказались прям сильно пигментированные, то есть надо это учитывать, а то можно себе вот так вот поставить огромное пятно и потом с ним и проходить весь день. Что-то, мне кажется, с хайлайтером я переборщила. У меня просто, знаете, вот настроение есть такое, побольше хайлайтера называется. Это хорошо, это значит настроение удачное. Палетка весьма и весьма интересная, но, опять же, если вам, конечно, нужно восемь оттенков разных хайлайтера, тогда да. Мне кажется, что если вы очень любите софт, то, конечно, вам будет интересно приобрести эту палетку, но я бы ограничилась каким-то одним хайлайтером при всей моей любви к этому блогеру. Ну, мне понравился вот этот вот оттенок, самый светлый, и вот этот оттенок, и вот этот вот оттенок тоже красивый. Кстати говоря, если вы хотите добиться прям зеркального эффекта этого хайлайтера, вот прям, чтобы ух, и уносило куда-то вдаль вас сразу, тогда тоже нанесите его влажной кистью, и тогда вы узнаете, что такое настоящий зеркальный блеск. Ну, а мы с вами закончим помадами. Это, конечно же, звезды нашего сегодняшнего ролика. Это матовые тинты Rouge Signature от L'Oréal Paris. У меня здесь их 7 оттенков, и я думаю, что нам здесь нужен какой-то более-менее спокойный. Я смотрела вот на этот фиолетовый, я его уже вам однажды показывала на губах, но что-то как-то, знаете, хочется, что если уж тут и хайлайтер, и такие глаза, как у павлина хвост, давайте что-то поспокойнее, наверное, возьмем вот такой вот оттенок. Ну вот, ребята, это наш финальный макияж, и оттенок у меня на губах называется Ice Tint. Это номер 117. Мне прям очень понравился, и я знаю, что вы тоже очень любите такие цвета. Вот эти вот тинты для губ матовые, я вам их уже показывала, и они прям очень хорошие. Реально очень хорошие тинты, которые стойкие. Во-первых, они дико стойкие, то есть вот верхний слой у вас может в течение дня немножко тускнеть, когда вы что-то едите, пьете что-то горячее, но так как это тинт, он как бы остается, сам цвет на губах очень надолго. И, соответственно, он суперкомфортный, он суперлегкий на губах, вы его вообще не ощущаете. То есть это не матовая, жидкая помада, которая у вас сверху таким, знаете, такой пленочкой застывает. Это именно комфортная, очень легкая текстура. Поэтому, если вы еще не пробовали, то можете потестировать где-нибудь в магазине. Например, вы можете потестировать его в понедельник, 4 марта, в Эфимоле, в магазине Ревгош. Кстати говоря, на продукцию Лореаль в этот день будут скидки в размере 25%. И обязательно, обязательно приходите на мой мастер-класс как раз 18.30 4 марта в Эфимоле. Вы там сможете со мной пообщаться. У нас там очень большая программа совместно с брендом Лореаль Париж, Ревгошем, Эфимолом. И я надеюсь, что вам это интересно и вы придете. Подробная информация будет, напоминаю, внизу в инфобоксе под этим видео. Ну и на этом мы заканчиваем сегодняшнее видео. Я надеюсь, что вам понравилось оно. По итогам хочу сказать, палетка от Сов хорошая. Она бюджетная, но действительно хорошая. Палетка хайлайтеров тоже хорошая, но уже так на любителя, потому что здесь у меня просто такое сияние, что как-то даже немножко чересчур. Что еще мне понравилось? Мне очень понравилась вот эта тональная основа. Действительно, отлично выглядит до сих пор. Немножко, знаете, она стала как бы чуть-чуть более прозрачной. То есть, когда мы ее наносили, прям вот все было хорошо замаскировано. Немножко как-то она так подуселась и уже кое-где что-то там проступило. Но то есть, она не слезает, она именно как будто немножко плотность ее покрытия становится меньше. Мне совершенно, опять, не понравился вот этот консилер. Он просто кошмарный, потому что он даже начинает слезать с каких-то мест отдельных. Ну и что мы еще с вами тестировали? Румяна были хорошие, ну и, конечно же, замечательные помады Rouge Signature, точнее, матовые тинты. Желаю вам сегодня, чтобы у вас было прекрасное настроение, чтобы вы, конечно же, задумались о том, чтобы прийти на мой мастер-класс, и мы с вами тогда сможем пообщаться уже вживую. И если нет, если вы не сможете, даже если сможете, желаю вам, чтобы сегодня у вас произошло что-то очень-очень хорошее, что вас очень сильно порадует. Ну, по крайней мере, если вы будете так думать, что сегодня что-то должно случиться, вы, в общем-то, настроите себя уже на такую волну, что, может быть, вы что-то сами такое и сотворите своими руками. Спасибо вам за просмотр, и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok